Начнем с книги Даниила. Даниил – пророк, учитель, мудрец. Можно сказать, что он обладал от Бога многими духовными дарованиями. Для того, чтобы помогать своему несчастному народу. Вы сами знаете о том, что дары, которые Господь дает человеку, он дает не ради самого человека. Потому что дар от Бога, или пророчество, или дар исцеления – это очень тяжелый дар. Это тяжелый крест. И мы знаем из житий святых особенно, что святые люди просили у Бога отнять эти дары. Тяжелые они прежде всего для человеческой гордости. Если бы себя поставить на место святого, преподобного какого-нибудь святого, который обладал дарованием исцеления, то мы прежде всего поймем, что дар человека меняет. Он дает ему превосходство над другими людьми. Превосходство в том смысле, что к нему приходят больные люди, а он, возлагая руку или просто возносит свои молитвы, тайно или явно, это уже не имеет значения. И в результате этот человек хромой начинает ходить. Конечно же, это очень тяжелое искушение для нашей гордыни. Мы начинаем превозноситься. Поэтому святые, которые получали эти дарования, они просили Господи «Избавь меня от этого!». И, конечно, когда мы видим людей, которые рекламируют якобы дары от Бога, ну, это понятное дело, что в них, во-первых, отсутствует настоящее христианское смирение, а раз оно отсутствует, следовательно, там ничего нет у Бога в этом человеке. Только смиренный человек может нести этот тяжелый крест. Я именно подчеркиваю, дар исцеления или пророчества – это тяжеленный крест. Вот никто не знает, что будет, к примеру, в конце кризиса или когда он закончится. А вот кто-нибудь из вас сможет это сказать? Если он сможет и обосновать, и действительно сбудется слово в слово то, что вы скажете, можно себе представить, как люди потекут рекой к вам. «А прорцы и мне что-нибудь, а скажи мне что-нибудь, что будет со мной или с моими детьми?» Вы помните, когда пророку Даниилу Господь открывал свои пророчества, то пророк Даниил, и не только пророк Даниил, вы помните, когда пророк Иезекииль принимал эти пророчества от Бога, то в измождении они падали вниз. Он говорил, пророк Даниил, что «Осхудела мне сила, я не могу больше, так тяжело мне слушать эти слова». С одной стороны, это слова, которые говорят истину и правду. С другой стороны, эти слова наполнены ужасом. Помните пророчества об этих зверях каких-то там, таких чудовищных форм, помните, да? С рогами там, полу какие-то животные, полуоборотни, там непонятно, что это такое. Конечно, все это открывалось взору пророческому. То есть истина жизни и без того была нелегкой, потому что они жили в плену Вавилонской. А тут еще открываются какие-то образы чудовищные, фантастические, фантасмагорические, я бы даже сказал, образы. Все это приводило в крайнее смущение порог Даниил. То есть мы должны для себя, вы знаете, особенно в наше время, когда все претендуют на какие-то незаурядные способности относительно исцеления, предсказания будущего, что они от Бога имеют эти дарования. Для нас эта задача должна быть решена. Прежде всего, на примерах святых пророков. Для них, смиренных людей, это был тяжелый крест, и они не рекламировали себя. И если даже они говорили во всеуслышание, помните, и пророки Саи, и пророки Еремия, и Иезекииль, они, конечно же, говорили, но вы помните, на что они, выражаясь точно, нарывались. А сегодняшние пророки, они взят слуху. Они знают низменное пожелание человека. Они обслуживают современное население во всех его страстях и похотениях. Как обслуживают какое-нибудь рекламное агентство. И, конечно же, на этом они зарабатывают прежде всего деньги. А там, где сребролюбие, там беда. Там нет ничего от Бога. И вот пророк Даниил по промыслу Божию был избран царским слугой, начальником Евнухов. Вы знаете, каким образом он был избран. Я только напомню вам, чтобы не пересказывать, он отличался внешностью, красотой. И вместе с своими, видимо, друзьями, тоже благородного происхождения, потому что, по преданию Даниил, был потомок царя Давида. Были также Ананимы, Саил и Азарь. Вы уже не первый раз встречаетесь с такой метаморфозой в отношении имен, когда завоеватели нарекают имена. Помните, да? Египетский царь, фараон, когда захватил в рабство иудею, он нарек иудейскому царю свое имя. Сирийский, когда захватил Израиль свое имя, царю израильскому. А когда первый раз встречается наименование, наречение? Совершенно верно, но это не первый раз. А, вообще, переименование. Но вообще мы обратим внимание на само наименование. Наименование – это прежде всего проявление власти. власть над другим человеком. Только тот человек может дать имя другому человеку, если он имеет власть над этим человеком. Здесь вопрос относительно власти, он такой, я бы сказал, двусложный. Почему? Потому что есть власть насильная, а есть власть, когда человек добровольно отдает себя во власть. Во власть добровольно отдавал себя ученик, учителю своего. Мы говорили, помните, он совершал пострижение влаз, волос, то есть волос человека. Затем добровольно отдает себя невесту своему жениху. Это добровольно. Монаха, вернее сказать, послушник, он добровольно отдает себя во власть игумену с обетом послушания своему игумену. Затем насильная власть. Ну, это понятно, если объяснение нужно. Но во всех случаях происходит переименование или наименование. Если человек в сознательном возрасте принимал крещение, он же добровольно приходил ко Христу, а у него было имя. Вот наш князь, равноапостольный, крестивший Русь, как его звали? Владимир Владимирович. А после крещения? Василий. Василий. И если жена принимает добровольно над собой власть мужа, она принимает его фамилию. Вот у сербов, у них, если она вступает в брак, то она уже, если она Анна Ивановна, то вступившая в брак, она берет имя своего супруга. И если муж ее Савва, то она будет Анна Саввовна. Отчество. Что-что? Отчество. Нет, отчество. Имя в качестве отчества берет своего мужа. Отчество отчества берет своего мужа. Нет. Если христианин принимает монашество, он тоже принимает имя. Несмотря на то, что имя его освященное в крещении, но имя трижды можно в монашествах даже иметь. когда иночество, потом малая схема и великая схема. Трижды. То есть Ресофор иначе, иночество. Тоже меняется имя. С троекратно. То есть имя занимает очень большую, играет очень большую роль в жизни человека. Ведь с именем связана жизнь человека. С именем... Через имя мы связаны с небесным покровителем. Кому мы посвящены? Он покровительствует нам. Мы молимся этому святому. То есть имя — это отражение жизни человека. В монашестве — это умирание. Это постепенное умирание. Человек умирает для жизни старой, чтобы родиться в жизни более новую. И враг хорошего, что лучшее. Почему монах постоянно меняет имя? Потому что он переходит из одного состояния в более возвышенное. Но это мы в идеале, конечно, берем. Не всегда так бывает, к сожалению. Но в идеале имеется в виду, что он отказывается от прежнего монашества для того, чтобы войти еще в более отреченную форму жизни по отношению ко всему мирскому. И Адам нарек имя своей жене, Ева. И в этом была власть его над ним. Имя происходит от глагола «иметь», то есть «обладать». И вот этим жестом перенаречения царь Вавилонский проявляет свою абсолютную власть над своими подчиненными. И поэтому их называют именами Вавилонскими, Валтасаром, Седраком, Мисаком и Агдинатом. Замечательная история, связанная с праведностью этих людей, молодых людей. Помните, когда их царь велел питать из собственного стола, это, конечно, было выражением особого расположения в адрес, кому он направлял свой обед. По свидетельствам историков, Вавилон, конечно, был очень удивительный город. В своем периметре стену, периметр стены был 96 километров, около 100 километров. Причем стена, крепостная стена была очень широкой. По этой стене могло ехать 6 колесниц свободно двигаться. Можете себе представить? Это археологические раскопки, которые были в начале XX века совершены. Кроме этого, стена крепостная была окружена водяным рвом. В 100 метров. По-моему, да, в ширину. Вот точно не помню, или в ширину, или в глубину. Вот, ну, достаточно что-то такое внушительное. И, то есть, ну, как вот, как взять вообще этот город? Ну, просто невозможно было взять. И по свидетельству клинописей, около 15 тысяч ежедневно готовилось обедов к царскому столу. Это имеется в виду, что он отправлял эти обеды тем людям, кому он имел определенное расположение, и кто питался от этого стола. То есть, царский двор – это, помните, город, укрепленный город, стенами, это один город. А внутри этого города был еще один город. Он назывался цитаделью. Например, кремль. То есть, это вот внутреннее такое крепостное строение, которое ограждало именно царский двор. И вот это было очень такое вот, ну, что-то, знаете, просто необычное. С точки зрения пышности царского двора. До этого такого, наверное, и не было. Ну, египетский фараон был поскромнее. Конечно, после Рима никакого, конечно, сравнения с Римом тоже не было. Ну, ладно, мы ушли в сторону. Так вот, вы помните, да, что он не хотел осмельняться едой. Даниил и со своими друзьями. И был обеспокоен начальник Евнуков. Если они не будут питаться, узнает об этом царь. И они, конечно, потеряют красоту, пышность, может быть, свою. Не знаю, какие представления были в те времена. Потому что в разные времена были разные представления. Я не имею в виду эстетические представления о теле человека. И все-таки должен был вот юноша быть таким вот пышным, вот румяным. И потому что, помните, он сказал, Даниил, вот мы будем питаться только фруктами и овощами. И ты увидишь через 10 дней, что все будет хорошо. То есть мы не потеряем, как бы, своей красоты телесной. Действительно, так и случилось. Почему они не вкушали эту пищу? Ну, естественно. Как могла приготовливаться пища? Как она вкушалась, эта пища? Сопровождалась, разумеется, языческим церемониалом. Какие-то предварительно совершались жертвы идолам. И, собственно, сама пища тоже была неким приношением идолу. То есть освящалась по полному ритуалу. Особенно при царском, разумеется, дворе. И, конечно, Даниил со своими друзьями не хотел есть эту остверненную пищу. И в данном случае идет речь о постель. Совершенно очевидно. И человек не теряет своей с Божьей помощью той красоты, которая ему нужна. Хотя мы знаем, что преподобные отцы, они изображаются всегда на иконах, очень такими утонченными. И, собственно, нам свидетельствуют исторические описания этих подвижников. Они были очень такими вот аскетичными по виду, иметь в виду худыми. Но самое главное, конечно, мы должны понимать, что произошло после Ветхого Завета. То, что было в Ветхом Завете, и то, что случилось в Новом Завете, не было той благодати. И, конечно же, какие-то, соответственно, и духовные преобразования, они были в Новом Завете другими. Так вот, эти люди были благочестивыми. Я как бы не стану больше останавливаться на этом, потому что для нас, в принципе, это вещь понятная. Мы об этом очень много говорили. И здесь случается с Навуходоносором сон. Причем он забывает этот сон, но впечатление остается об этом сон. И он сразу же обращается за истолкованием этого сна. Помните, здесь появляется во всей своей такой пророческой мудрости пророк Даниил. Он истолковывает этот сон. Он не просто истолковывает этот сон, а он рассказывает Навуходоносору то, что ему снилось. В этом, собственно, и была пророческая его сила. Потому что как бы истолковать у нас много мудрецов на предмет истолкования. А вот именно рассказать ему то, что забыл он сам, это, конечно, без Божьего откровения было невозможно. И здесь он открывает. В принципе, все последующие откровения, они так или иначе связаны с этой темой. То есть они практически все одинаковые. Вы помните эти фантастические животные и этот истукан, который состоял из золота, серебра, меди, железа и глины. А также, да, особенно вот эти два пророчества, они нам говорят об царствах. Первое царство – это Вавилонское, ну, некоторые говорят, Ассирийское Вавилонское царство. Затем второе царство – Персидское, третье – Македонское и четвертое – Римское. В принципе, для нас это сейчас имеет не очень большое значение, потому что, во-первых, нет четкого толкования. На предмет дифференцирования, вот этого дифференцированности этих царств. Некоторые говорят, Ассирийское отдельно одно, другие говорят, Ассирово-Филонское. Третьи вообще не говорят о Римском, а только Македонское, а, соответственно, только Персидское и так далее. Это неважно. Неважно особенно для нашего времени. Почему неважно? Потому что это уже все прошло. Это уже все совершилось. И сейчас это можно объяснять. И, в принципе, эта модель, которая была предложена Даниелом в истолковании снов Навуходоносора, она, ну, то есть это было, и на этом как бы нужно поставить точку. Потому что она не несет сейчас для нас никакого духовного и нравственного значения, скажем так. Но есть и другое объяснение этого откровения. Особенно, когда идет речь о чудище с одиннадцатью рогами. Как там, помните, одиннадцатый рог. Да, вот здесь уже идет речь. Да, ну вот здесь как раз, да, вы правильно говорите, потому что так оно и есть. Толкование, да. Вы почувствовали. И там даже есть и параллельные места из книги Откровений, из Апокалипсиса. Но, вы знаете, я почему-то не хотел бы на этих местах особенно останавливаться. Почему? Потому что они настолько туманны, эти... Вы знаете, если для нас Апокалипсис очень сложная книга, хотя она считается более истолкованной... Она, скажем так, ну более прозрачная, если так можно выразиться, с точки зрения объяснения Святыми Отцами. Ее много вопросов. Это первое. Второе, это то, что Апокалипсис, он не читается за богослужением. Так где он читается? Вы вообще не видели? Нет, за богослужением он не читается Апокалипсис. А еще есть ли это так? Апокалипсис, Откровение. Последняя книга. Последняя книга, Откровение. А на Откровение или Апокалипсис, это одно и то же. А, это Откровение. Да, да, да. Это греческое слово Апокалипсис. В переводе на наш язык звучит как Откровение. И мы, конечно же, будем объяснять Апокалипсис. То есть, конечно, будет такое занятие. И вот когда читаешь книгу Даниила с этими пророчествами, знаете, они как бы, эти пророчества настолько скудные с точки зрения именно эскатологических судеб человечества. Эскатология – это учение об конце света. Эскатология. Эскатон, конец. И поэтому, если мы будем обращаться к книге Даниила, то, скорее, когда будем изучать Апокалипсис? Это будет, скажем так, более удачное понимание этой книги. То есть, я понял это из всего того, что мне удалось прочитать из толкования на книгу Даниила. Вне Апокалипсиса нам это просто неинтересно, скажем так. Просто лишено всякого интереса. Потому что тогда, конечно, это было интересно. Почему было интересно? Потому что не было известно, что это за Второе Царство. Они жили в эпоху Вавилонского Царства. А Персидское Царство, оно предполагалось... То есть, еще Вавилон не завоевали Персы. Ну и, конечно же, интересно было, чем закончится история Персидской империи. Она закончилась поражением. В 333 году Александр Македонский завоевал и спустя 10 лет умер. Ну, это, конечно, я думаю, то, что можно сказать. Если, конечно, вопросы какие-то возникнут, я смогу по мере своих возможностей, информированности вам сказать кое-что. Ну, просто не считаю интересным. Затем, единственное, на что можно обратить внимание относительно этого истукана, который состоял из прослоек таких вот разных. помните камень, который сам по себе, без руки человеческой, отсекся и скатился с горы и разбил этот импер. Понятное дело, что для нас это уже известный образ. В ирмосах богослужебных очень часто этот образ используется. Христа называют несекомым камнем. Почему не несекомым? Потому что в данном случае проявляется, вернее, оговорится о чудесности происхождения Христа. То есть он, с одной стороны, вроде как от скалы, да, то есть камень от скалы, такой же природы, но с другой стороны он несекомый. То есть вот он сам по себе отвалился. Это таинство Бога воплощения. Тоже не буду на этом останавливаться, в принципе, тоже понятно. Но здесь самая важная мысль, что этот камень, он разрушил эти империи. Но возникает вопрос, ну как же разрушить? Ну, понятное дело, одну империю, допустим, Римскую империю и то. Мы же не знаем этого разрушения. Ну как? У Христа же не было своего войска там. Что это за разрушение? Вообще, вот эта модель государственных отношений, государственного устройства, она для человечества является анахронизмом. Потому что всегда против одних угнетателей выступали угнетенные. И так всегда было на протяжении истории. Мы не рабы, рабы не мы. Вот это всегда борьба с угнетателями. Причем нужно заметить, что угнетателей, угнетенные, ставят над собой сами. Что самое интересное. То есть люди верят, но в результате эта вера всегда постыжается. Вот даже взять ситуацию на Украине. Оранжевая власть, как ее сейчас принято называть. Но ведь ее выбрали. Выбрали сами люди, но пусть не все люди. Но сейчас же все плачут. И оранжевые от этой власти, я имею в виду, те люди, которые избрали их. Уже не говоря о тех, кто их избирал. И вот Христос заполняет весь мир. Помните, камень начал расти. Это тоже понятно, что Христос наполнил историческое пространство о своей присутствии. То есть все системы власти приходят, уходят, а Церковь Христова остается. То есть вот этот рост камня, это его бесконечное, безграничное воплощение в историю человечества. То есть воплощение каждого из нас. То есть Церковь, есть выражение у Ирине Леонского, Церковь называет «Тотус Христос», что в переводе «Всецелый Христос». Потому что мы являемся телом Христа. Христос постоянно воплощается в человечество через таинство Евхаристии. Поэтому мы неотъемлемая часть Христа. Поэтому этот камень несекомый, он растет и заполняет Вселенную. Так. Здесь нужно еще обратить внимание на, я бы сказал, такое гуманное отношение Даниила по отношению ко всем жрецам вавилонским. Ну, кто такие жрецы вавилонские? Ну, язычники, идолопоклонники. И помните, когда Навуходоносор в гневе сказал, если меня не истолкуете, мои сны, то я тогда всех изрублю на куски, так и говорю. Ну, конечно, все диктаторы, они, в принципе, решали вопросы все очень просто. Или награждали, или секли на куски. Так вот, интересно, что Даниил говорит в 24 стихе 2 главы, не убивай мудрецов вавилонских. А помните пророка Илью, как он поступил с жрецами, которым покровительствовала и Изавель. 400 человек. Да. Бойня такая. Да, бойня была действительно гекотомба была, самая настоящая. Может быть, и поэтому из этой среды мудрецов вавилонских и сохранилась память добрая о Данииле. И пришли, помните, три волхва из земли халдейской поклониться спасеть и выручить. Батюшка, халдей сам по себе это национальность или название или вот халдей 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 это это скорее национальность это национальность это национальность но по истории она не проходит есть версии есть аферияни есть силиция силиция версии есть это вы знаете что 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 есть халдей вы знаете возможно мне я не обладаю такими сведениями относительно этого христиане вы знаете нет то что они скорее всего христиане вот но не православное это так называемый нафизит слушаю вас мой отец из села халды халды да удмуртская сср так что это село это наверное по другому эти халды да ну что ж я думаю что может быть хорошо я думаю что да значит халдей из удмуртской деревни халды хорошо ну да конечно халдей она на севере она на севере по отношению к израилю это так действительно это так это так что можно еще значит сказать мы читаем о том что это очень потрясло наука доносра да и он стал исповедовать истинного бога возможно 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 так и было возможно так и было хотя на этот счет достаточно много есть раз там же жрецы восстали против него конечно да что-то как бы не совсем понятно в этом отношении ну может быть потому что вы знаете особенно что касается науходоносора может быть потому что помните этот случай когда он заболел такая есть болезнь ликантропия называется ликос с греческого языка это волк а антропос это человек но вообще ликантропом в обиходе называют у них называется обороте ликантропус это обороте нелюдь нелюдь но это также определение психического расстройства ликантропия ликантроп это человек который если рассматривать клиническую именно картинку душевного заболевания то он впадает в состояние навязчивой идеи что он является животным и полностью ведет себя как животное то есть все его поведение поведение животного и соответственно он приобретает какие-то черты животного от своего поведения и это случилось из таким ярким деспотом диктатором как наукодонос он действительно очень много сделал для вавилона он довел вавилон до определенного могущества блеска такого вот именно градостроительства было очень жесткое градостроительство каралось смертью если отступал кто-то от строительных норм если улица чуть-чуть неровно там дом кто-то построил смертная казнь вот если вы обратили внимание именно вавилон он очень не имеет такой необычный образ города квадрат все улицы очень ровные ну если кто-то мог видеть картинки вавилона вот и однажды помните следствием чего эта болезнь у него появилась когда он наслаждался величием собственного могущества и он внутри себя проговаривал можно сказать молитву по отношению к себе да он и считал себя Богом помните когда он истуканы велел изготовить так этот же истукан которому должны были все поклоняться это его памятник это идол которому должны были приносить жертвы его подданные и разумеется что пророк Даниил и его друзья они отказались поклоняться но мы не не встречаем именно в этой истории пророка Даниила а только его друзей помните их бросили в печь и эта печь была понимаете действительно очень таким вот просто каким-то какой-то пастью адской вообще Вавилон находится на территории Ирака ну Вавилон конечно это не совсем тождественно Ирак но на территории Ирака в том числе а там как известно очень много нефти что хорошо горит да хорошо горит и упоминается здесь же на странице священного писания о том что это печь она значит разгоралась благодаря нефти было конечно что-то ужасное просто какое-то адское пламя и что самое удивительное это конечно это чудо которое связано бросил науходоносор их в эту пасть адскую но в скорости он обнаружил что они ходили невредимы посреди огня даже те которые бросали их строили да почему потому что там интересная такая подробность когда сейчас я прочитаю ее сейчас секундочку это 90 да секундочку здесь есть что вот 50 да стих 50 стих получается 3 главы но ангел господень сошел печь вместе с азарию и бывшими с ним и выбросил пламень огня из печи и сделал что в средине печи был как бы шумящий влажный ветер и огонь нисколько не прикоснулся к ним и не повредил им и не смутил их даже не смутил он выбросил из середины этого пламени огонь понимаете то есть те люди которые бросали в печь они видимо были опалены этим пламенем тем более вместе с этим пламенем была нефть о которой говорится здесь смола и так далее вот чудо конечно это чудо это величайшее чудо второй стих там вот конец стиха и вид четвертого подобен сыну божию но это он сказал вот я вижу четырех мужей да вот это и нет им вреда и вид четвертого подобен сыну божию так что у вас здесь вот именно вот сын божий как будто вы подавили сына божьего нет 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 или это было сочетание сынами божьими в ветхом завете называют совершенно для нас это однозначно всех ангелов то есть сыны божьи но как мог ветхозаветный человек еще назвать ангела понимаете ну конечно это было что-то совершенно необычное это действительно это сын божий ну в каком-то смысле это действительно так и есть они сыны божьи но непонятное дело не в в том смысле что они родились от отца а в послушании Богу как своим отцу поэтому они сыновья и здесь очень такая прекрасная песня трех отроков конечно такие замечательные конечно на каждом буквально да вот благословите росы и иньи и Господа пойте превозносите ему во веки это первый раз благословите свет и тьма что-что-что первый раз со дня сотворения мира поется Господу вот эта вот вся песня чудесная да да больше ведь нигде этого нет это действительно удивительно мы в великом посту в полном объеме поем эту песню что-что в великую субботу нет 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 не только великую субботу а за значит на утреннее мы поем за накануне всегда мы поем именно на великом посту на буднях пойте превозносите его во вине и сне помните вы как чьяц должны помнить и здесь очень удивительно что благословите и поите это обращение к всему тварному миру знаете я вот когда был на Афоне и там вот идешь вверх вниз вверх вниз вот километр проходишь а только постоянно вверх вниз вверх вниз ну постоянные значит горы спуски и я говорю я за месяц я истоптал туристические ботинки такие то есть они просто были порваны полностью то есть настолько вот там тяжело ходить по Афону в смысле таком физическом и можно сказать каждый клочок этой земли это какой-то свой микроклимат и еще как бы вот звучало во мне после вознесения праздник вознесения был в Ивероне это Иверский монастырь на Афоне еще звучало вот это терререн 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 помните мы говорили на прошлом занятии и вот когда я приближался к одной из многочисленнейших речек и ручьев на Афоне потому что там на горе там ручьев конечно постоянно эти ручьи везде ну конечно оно вытекает разумеется да то есть чего-чего а воды там просто огромное количество не там это острое настолько зеленое очень зеленое действительно такой райский сад прекрасный и я помню иду и вот слышу ручей а что такое ручей в горах это же постоянно падение воды понимаете причем нужно заметить я да впервые там заметил может быть ощутил не знаю музыку этого именно ручья потому что здесь вот есть и маленький маленький водопадик она звучит по одному понимаете вода чуть дальше там другой водопадик и другое русло и уже понимаете третье конечно да конечно от всего от всего займется конечно ну это знаете как множество шумовод помните часто это используют пророки для описания каких-то пророческих видений множество шумовод а здесь вот ручейки такие вот себе маленькие но это действительно такая прекрасная молитва вот и конечно часто можно видеть когда ты проходишь что где-то сидит инок и перебирает щетки возле этого рученька потому что это настолько успокоительное вот действие производит на человека вот это пение ручья и вот вы знаете у меня вот сразу откликнулось как-то в душе что так это же пение ручья это ТРРМ вот это то что они поют ну один к одному вы знаете а я потом спрашиваю отца нектаря я говорю отец нектаря вообще что такое вот это ТРРМ ну ай-не-не это я понял а вот что такое ТРРМ он говорит ну как это же пение ручья почему пение ручья потому что природа вся вместе с людьми славит Бога не случайно здесь говорится что и ручьи пойти благословите Бога и для того чтобы произнести эти слова в адрес этих ручейков больших и малых для этого нужно иметь опыт в этом отношении или какое-то божественное откровение в данном случае у меня просто опыт личный то есть я это просто услышал и я еще раз хотел бы вам напомнить я как-то давно говорил об этом когда митрополита нектаря спросили владыка скажите вот это же было удивительно серафим саровский греческий двадцатого века владыка вот скажите как природа славит Бога вот всегда идет речь о том что всякое дыхание дохвалит Господь но и здесь то же самое благословите пойте там инии мрази учить он не ответил а на очередной встрече он говорит вы меня спрашивали я вам скажу все заняли слушали что он тут говорит а вы прислушайтесь всего нас вы прислушайтесь действительно вот очень важно понимаете получить не какой-то готовый ответ жить а вот просто быть внимательным ко всему тому что окружает нас знаете это вот для меня это было действительно какое-то такое утешение его слова потому что я знаком был с этими словами уже до того как поехать в Грецию и когда мне пришлось быть два месяца в горах ну можно сказать так безвылазно то есть мы выезжали как-то так вот на какие-то мгновения там выехали потом вернулись и вот и я помню думаю что ж такое вот прислушаться действительно я выходил у меня было предостаточно времени буквально я целыми днями бродил в горах и только кое-где можно было слышать звон этих коз у каждой козы горной у нее колокольчик такой висит я думал вначале что это какой-то колокольный звон возле какой-то церкви вот какой-то церкви идет высоко в горы оказалось это козочки по солнцу и больше ничего не слышно совершенно ничего не слышно вот полная тишина и только слышно как шумит лес как ветер шумит все это было слышно это конечно очень важно было понимаете вот это какое-то было время общения с природой причем с осознанием того что она не просто шумит эта природа она не просто вот журчит она ведь понимаете имеет смысл духовный прежде всего потому что она не может не славить Бога в отличие от нас это мы можем быть заняты своими делами дачей там к примеру или чем-то еще производством бизнесом а зимний сад у Игнати в речне как он смотрел на полное дерево и сразу видит промысел море конечно и также понимаете человеку важно выходить к тому же морю лишний раз понимаете вот постоять просто возле моря послушать как море о чем оно говорит а ведь оно о многом может рассказать человеку то есть это такое спокойствие такое у него потому что море это оно спокойное в отличие от нас это нас страсти мучают притерзают а море понимаете если мы его не будем мучить понимаете там проливать на него нефть вот и все остальное понимаете мусор бросать так а что оно чего можно от него научиться только покою первозданно оно шумит прекрасно успокаивает человека и вот когда вот поют за всяношным бдением перерэ то церковь хочет подчеркнуть в этот момент что за богослужением весь мир служит Богу ничто не остается равнодушным вот мы там как называем ее речку так речка речка да вот в смысле потому что а есть еще одно замечательное слово однокоренное речь то есть разговор а вот греки у них все таки понимаете не по другому говорят на речке они говорят потомоз а значит потомоз от слова шагать то есть для них речка это то что понимаете делает такие шаги потому что постоянно в горах в основном речка и она действительно вот она она шагает она вот ее вот эти вот это движение оно очень ощутимо для человека она создает вот этот когда она идет речка то она создает такой звук что-то вот такое конечно мы не до конца выражаем но когда мы слушаем в пене это понятное дело в моей арфаэпиле это звучит очень примитивно вот но именно в произношении церковного византийского хора этот РРМ действительно это звучание ручья но самое главное что этот ручей начинает звучать в храме помните мы говорили за этот хор за эти ангельские силы которые совершают танец все это конечно прекрасно так вот люди которые оказались в эпицентре огня вот что они могут в этот момент думать или о чем они могут говорить стихия доброжелательна к ним стихия не кусает их это нас огонь кусает ржет а здесь это как смиренное животное которое лижет своими языками пламени целует лапзает этих святых отроков халдейских как их называют помните как лизали ноги во рву львинам даниил львы они тоже его не кусали не съедали и конечно здесь звучит очень и очень уместно эта песня благословите все дождь роса земля птицы звери все то есть то место где они стояли в этот момент это не просто было место на земле это был рай на земле потому что здесь была ощутима первозданность когда человек был в гармонии со всем творением со всем живым и этот огонь я уверен он пел свою песню которую смогли услышать именно на эти отроки потому что огонь который не обжигает это уже это этот огонь он не может страх смущение вносить в душу он может только радость здесь нужно вспомнить о благодатном огне это секунды благодатного огня он не жжет ну по-разному бывает я знаю таких людей которых не обжигал он спустя время этот благодатный огонь по свидетельству этих людей вот одна женщина я помню в Ялте не знаю вам рассказывала или нет она тоже привезли благодатный огонь ну соответственно прошло же время дни какие-то там и она ехала в общественном транспорте она в этих пластиковых бутылках как обычно вы знаете а там движение какое-то началось я бутылка начала плавиться у нее в руках она говорит вот все течет говорит у меня совершенно такие мысли противоречивые с одной стороны я понимаю что у меня ожог должен быть с другой стороны я понимаю ну это же благодатный огонь то есть как-то нужно его сохранить я же вроде его взяла с рама и я понимаю что нужно выйти на ближайшие остановки я его не тушу это когда я выхожу я смотрю меня вот я так взяла как вот воск сбросила ничего вот все говорит полностью все что было никакого ожога не было вот пожалуйста вот сколько времени прошло благодатный огонь понимаете вот он благодатный огонь причем причем это чудо которое совершается ежегодно причем это даже совершается не только именно в тот момент схождения благодатного огня в великую субботу по свидетельствам тех кто там уже продолжительное время живет он говорит что это бывает периодически то есть в храме гроба господня этот огонь периодически бывает он зажигается сам вот можно видеть эти молнии зорницы так называемые благодатные агиос фос святой огонь да при льбе язык горта не моему когда вот мне приходится эти сюжеты раскрывать о такой гармоничности человека с окружающим миром конечно понимаешь какая-то такая радость великое счастье что мы православные люди вам скажем слава богу потому что нам такая возможность дана и через богослужение вот и просто через личную духовную жизнь получать благодать божию и пропитывать этой благодать потому что в ветхом завете к сожалению конечно это хотя вот интересный такой момент в молитве вот третья глава 43 стих избави нас силой чудес своих то есть так и отроки в данном случае просят избави силу чудес твой имеется ввиду это молитва которую они совершали перед тем как их бросили да и дай славу имени и дай славу имени твоему господи да познают что ты господь бог един и славен по всей вселенной там запевал все это ангел да конечно потому что хотя понимаете эти люди вот мы же помним Мариамка помните она воспела песни когда они перешли Красное море это как бы не единичный случай они могут воспеть такие же прекрасные хвалебные песни но самое удивительное что все таки это четвертым голосом наверное пел ангел то есть три голоса было так сказать человеческих и четвертый ангел они все вместе это прекрасный хор был прекрасный клирос который состоялся вот так замечательно замечательно и прекрасно так с Даниилом мы тоже мы видим именно вот вот эту гармонию человека святого человека с этим миром животных далее так что еще тут можно сказать ладно может быть потом мне вопросы зададите потому что вы знаете я уже не хочу повторяться во многом в том смысле что пророческие книги мы уже прошли такую основную базу великих пророков и в тех книгах которые мы прошли в принципе было сказано очень многое конечно каждый пророк он вносит что-то свое но нужно понимать что они были проповедниками нравственности проповедниками того чтобы люди поклонялись Богу в духе и истине ну что вы знаете они осуждали такое вот магическое отношение к храму когда воспринимали храм Божий святыни Божии именно как некое средство магическое к достижению своих каких-то целей то есть не было никакого духовного роста у людей хотя религиозность была вот в данном случае мы можем дифференцировать эти понятия религиозность как соблюдение какой-то суммы ритуалов а так сказать духовность это как внутренняя работа над собой так ладно давайте мы наверное перейдем здесь батюшка можно вопрос да а вот седьмая глава да пожалуйста и девятый стих видел я наконец что поставлены были престолы в осел ветхий днями а да это действительно это очень важный момент на него нужно обратить внимание и там еще дальше продолжаем так вот именно вот это то что вас именно интересует то что продолжается в тринадцатом стихе видел я в ночных видениях вот с облаками небесными шел как бы сын человеческий дошел до ветхого днями и подведен был к нему возникает вопрос так кто же этот ветхий дня естественно что возникает ответ но раз подведен к нему сын человеческий к ветхому днями значит это отец бог отец нет это неправильно ветхий днями это сын божий и вот к сыну божьему который здесь обозначается как ветхий днями подходит сын человеческий то есть человечество христа то есть здесь говорится о ветхом днями как о вечности творца о том что он бог вечный бог творец этого мира и вот идет речь здесь о толковании святых отцов о боговоплощении вечный днями воплощается в сына человеческого принимает естество сына человеческого и вот здесь далее говорится и ему дана власть слава и царство чтобы все народы племена и языки служили ему владычество и владычество вечное которое не перебет и царство и не разрушится то есть все то что относится к кресту сыну божию сын божий он же и сын человеческий господи нашим иисусе христе но здесь нельзя категорически нельзя считать что ветхий днями это отец небесный бог отец нет нет еще церковь своей традиции не знает образа бога отца не знает нам известны только образы сына божия и духа святого все нет он не постижил кто сын не божий отца не ну понимаете здесь дело в том что мы не можем так мыслить как мы мыслим рождение сына от так сказать родителей мы не можем так мыслить такими категориями здесь идет речь о сыновстве только в том смысле что он соестественен мы своему отцу если от нас рождаются дети то это говорит о том что они суестественны нам то есть того же теста слеплены что и мы а если человек делает табуретку я не знаю там эту лампу понимаете можно вот есть такое понятие детище да детище это детек но под детищем понимается то что сотворил человек а не родил человек так вот нужно понимать что то что сотворил человек оно не соестественное он только воплотил свою мысль творческую мысль и когда идет речь о рождении сына то не имеется ввиду что что был когда-то момент когда не было сына нет такой мысли это еретическая да которая называется мысли субординационализма то есть когда идет речь о неких субординациях между отцом сыном и святым духом никаких субординаций нет они равны просто суестественные святой дух сын и отец еще восьмой главе здесь говорится говори отец больше не ну вы меня извините понимаете дело в том что когда идет речь о таких моментах что вот только отец мой знает понимаете когда когда будет кончина мира что отец больше меня есть пронесите кто видел меня видел и отца но с другой стороны совершенно верно вы подчеркнули понимаете то есть когда идет речь по толкованию святых отцов здесь идет речь о неком смирении сына ведь когда был этот предвечный совет о котором помните мы уже говорили который очень хорошо отражен в иконе троицы рублева когда был предвечный совет относительно творения человека сотворить человека сотворим человека помните по образу и подобию нашим была творческая пауза это так мы можем образно говорить об этом и было понятно что человек падет согрешит и вот нужно было принять решение как же спасти человека и вот сын божий говорит я спасу через воплощение и вот на иконе троицы изображение указывает свою рукой на жертвенную чашу которая стоит в центре стола и сами контуры внутренние контуры боковых фигур нам напоминают чашу то есть он является жертвой добровольным никто не отнимает у меня жизни я сам то есть он смирил себя даже до смерти смерти кресла до поругания позора поэтому он говорит в данном случае выражая свое смирение понимаете не антологическое смирение антологическое то есть значит по бытию потому что он говорит по бытию я и отец что одно есть и видевши меня видел отца но что касается именно вот этого смирения кенозиса как на греческом языке звучит самоумоление то есть он умолил себя и поэтому он и говорит что я значит отец боли меня есть в данном случае он не говорит что он меньше он просто говорит отец боли значит так еще какие вопросы давайте потому что у нас еще одна книга о сейне здесь указывается Гавриил это что версия Гавриил вот да здесь кстати тоже очень такие интересные моменты в 10 главе видения архангела Гавриила Даниил и он рассказывает Даниилу о том что предшествовало тому как он пришел к нему то есть к Даниилу что помните он стоял супротив князя Персидского и что там 21 день и он как бы не мог прийти к Даниилу но потом на подмогу пришел князь Михаил и ну князь Михаил это понятное дело оркестратив Михаил вообще толкование этого места представляет очень большую сложность почему потому что здесь есть толкование я сразу вам скажу толкование есть но они такие вообще противоречивые что я вообще вот честно говоря что все что прочитал с этим связаном оно мне вообще никак не устраивает почему потому что у каждого народа говорится в этом толковании оно мне кажется скорее какое-то раввинистическое толкование илудеев потому что христианские толкования такое быть не может где идет речь вот о чем что якобы персидский царь здесь вот это имейте ввиду на самом деле не тот царь который персидский настоящая историческая личность а имеете ввиду ангел-хранитель у каждого народа нам известно есть свой ангел-хранитель и вот персидский царь это ангел-хранитель персидского народа потому что у каждого народа есть свой ангел и вот этот ангел-хранитель якобы отстаивает то есть князь персидский отстаивает интересы своего народа персидского именно народа и вот Архангел Гавриил отстаивает интересы своего народа, иудейского. И архистратик Михаил, он тоже является покровителем иудейского народа. Но как может отстаивать архангел, ангел интересы своего народа, если он посланник воли Божьей? Но если, получается, защищает иудейский народ, архистратик Михаил и Гавриил, то он защищает и осуществляет волю Божью, правда ведь? Но разве может быть противоречие в этом ангельском воинстве между архангелами, которые один защищает один народ, покровительствует одному другой другой? Правда ведь? Не может быть этого противоречия? То есть не может быть никакого столкновения интересов. Конечно. Тогда что? Тогда что? Скорее всего, ну опять-таки, я говорю, что толкования таких очевидных нет. Скорее всего, это вот темный князь, имейте в виду падший ангел, который отстаивает интересы персидского царя. Отставит интересы персидского царя, потому что эти интересы захватнические. Вообще там, где захватничество, но и здесь мы тоже до конца не можем с этим согласиться. Потому что именно персидский царь, он что сделал? Он волю Божию выполнил. И он освободил от плена вавилонского еврейский народ. Кир, отправляет, помните, он даже называется пастухом Божий. Помните, какие там эпитеты употребляются в адрес, значит, персидского царя? Пастырь Божий. Так дело в том, что, да, назвал себя по имени, а потом называется Христос Владыка. В 9 главе, в 25 стихе. До Христа Владыки. Кто такой Христос Владыка? Это царь Кир. Это не Христос. А вот уже в следующем стихе, в 26, идет речь о Христе. Так именно здесь идет речь о настоящем Христе, о Спасителе мира. А вот в 25 стихе Христос Владыка, это именно царь Кир. Почему Христос Владыка? Потому что Христос на греческом языке, это помазанник. И здесь по контексту понятно. И так, зная и разумея, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки. 7 седмин и 62 седмины. Короче, с этими седминами здесь такая путаница, понимаете, в толковании. Это очень сложный вопрос, потому что одни начинают отсчет седмин от Артаксеркса, то есть от 445 года. Это когда было разрешение Артаксерксам окончательно уже отстроить храм Иерусалимский до земного служения Христа. До конца, вернее сказать, земного служения Христа. Другие считают отсчет седмин от плена Вавилонского. Но потом, с определенным промежутком, который будет в 163 году, когда будет восстановлен храм Иерусалимский, вернее, очищен храм Иерусалимский от скверн, которыми осквернил Антиох и Пифат. Но мы об этом будем говорить, я просто тоже об этом не буду останавливаться, потому что у нас будут книги Маковейские, мы будем проходить. И там более подробно. Но одним словом, все вот эти пророчества, о которых идет здесь речь, они не имеют такого однозначного ответа. Это, во-первых, и это естественно. Я сейчас вам приведу пример, где вот о чем говорится. Так, Гавриил говорит, иди, Даниил. Это уже 12 глава. А 12 глава в еврейском тексте – это последняя глава. То есть 13-14 главы вообще нет в еврейском оригинале. Вы обратили внимание, у вас нет в некоторых книгах 13-14 главы? Обратили, да? Вот. То есть 13-14 глава, они являются неканоническими главами. Неканоническими не в том смысле, что они не апокрифические главы. То есть апокриф, там есть, скажем, совершенно другой дух. То есть это запрещенные книги апокрифические. Они канонические, они просто не вошли в канон, но по духу своему, в принципе, они соответствуют духу Библии. Так вот, в последней главе, в последних стихах говорится Даниилу. «Иди, Данил, ибо сокрыты запечатаны слова сии до последнего времени. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут, и так далее». Вот. Но. А, восьмой, простите, в восьмом стихе. «Я слышал этого, но не понял, потому что сказал господин тоже, что же будет после этого?» И вот он отвечает то, что я только что процитировал. То есть смысл такой, что все это очень, понимаете, очень таинственно. И эта тайна, она имеет скорее педагогический смысл, чем провиденциальный смысл. Здесь идет речь не об исполнении точных дат пророчества. Хотя, конечно, седмины, в принципе, все зависит от того, как считать. И так можно считать, как я уже говорил, и так можно считать. И, в принципе, можно прийти к правильным расчетам. Совершенно верно, да. Но, как бы, толкование в этом отношении достаточно различное. Но для еврея того времени, в принципе, это было большим утешением. Это самое главное. То, о чем говорил пророк Иезекиелий. «Утешайте, утешайте народ». То есть действительно утешать нужно было, потому что они были подавлены евреями в Вавилонском плену. Было все очень тяжело. И, в принципе, это было большим утешением. Была надежда на то, что еврейский народ вернется в обетованную землю. И в результате что? Спасен будет. И, более того, придет Мессия, который избавит человечество от греха. То есть, как бы, смысл этих пророчеств именно такого. Ну, как бы, тринадцатая глава, четырнадцатая глава. Ну, прочитали, я тоже не буду комментировать. Если кому-то что-то важно, можете задать вопрос. Наверное, перейдем к пророку Иосифа. Вы знаете, его даже в еврейских текстах не называют пророком вообще. Он не относится к пророкам. Его книга относится к книгам учителя. Книг даже учителя. Ну, я тоже могу сказать, светлый. Доступный, понятный. Доступный настолько, что даже мне действительно и говорить не хочется о нем ничего. Потому что, в принципе, для вас все понятно, кроме того, что вот эти седмины, вот эти звери. Пророчества. Пророчества, но опять же, они настолько сложные, что... Сусану. Сусану. Что-что? Кто один правитель в России? У России? Мой Матер Божий. Я затрудняюсь вам ответить на этот вопрос. Почему? Потому что у нас таких сведений, так сказать, нет просто. Украине Матер Божий. Нет, ну вы знаете, так нельзя говорить. Матер Божий она покровительница всем. Конечно, когда идет речь об уделе, уделе Пресвятой Владычицы Богородницы, то имеете в виду о жребии, служении. И помните еще во времена земной жизни Матери Божией, когда она получила в удел Божий Афон и Иверскую землю Грузию. А так она покровительствует всем. Вы знаете, относительно того, что у какого народа, какой ангел-хранитель, на самом деле это архаизм. Архаизм почему? Потому что с пришествием в мир Христа Спасителя, крещеный человек, каждый крещеный человек получает своего личного ангела-хранителя. То есть, если раньше народы имели только одного ангела-хранителя, предстателя перед Богом за свой народ, ну может быть двоих, я не знаю, но у нас такой статистики нет. Понимаете, это такой сложный вопрос, который, если мы начинаем вникать в эти такие тонкости, пытаемся разбирать, мы впадаем в какой-то, вы знаете, в какую-то, понимаете, нездоровую мистику. Это недоступно для нас и так далее. То есть, здесь сам принцип, понимаете, здесь важен сам принцип, что у народа в некрещеных не было, в смысле, был один общий, скажем так, ангел-хранитель, покровитель. А у крещенного человека каждый человек получает ангела-хранителя в момент крещения. Это вот совершенно понятно и разумно. Что-что? Конечно, Господи, а то там у России, Украины сейчас начнется. Да, понимаете, да все они прежде всего спасители наши, вот помощники, вразумители. Другое дело, было бы кому слушать их, понимаете, вот в чем вся проблема. У нас своя, милые хранители, понимаете. Они в луги готовы. Такие, да. Оранжевые, зеленые. Все, все. Вот это идите за нами, мы вас спасем. Спасем, а врятуем мы. Врятуем. Да, врятуем. Слушаем и не, и тюрма вас не меняет. Так что такое. И дай Бог вас. Так. Вопросы есть по пророку Даниле? Все, Батюшка. Нет. Да. Прекрасный пророк. Я уже не могу дождаться, когда мы новый завет будем изучать. Вот честного слова. Да, Батюшка. Честного. Будет можно. Честного. Давайте, Батюшка, побыстрее. Нет, мы должны, мы должны закончить, понимаете. Мы должны закончить. Еще три книги, Батюшка. Что-что? Не, не, мы там, мы пройдем уже быстро. Да, потому что, видите, я же подробно уже не останавливаюсь на детали. Потому что, в принципе, даже если какие-то сюжеты разные, то, как бы, сама идея уже Ветхого Завета, пророчества, как бы, для нас уже понятна. Поэтому я не хочу уже там... И в Осии, здесь вот уже идет последняя, предпоследняя главе, здесь тоже идет уже. Да, но вот здесь, понимаете, Осия, он пророк, он вносит, понимаете, некую такую вот новизм. Вообще, конечно, это пророк 750 года. Это когда еще Израильское царство стояло, еще пока не рухнуло Израильское царство. То есть, мы в данном случае, когда изучаем пророков, мы изучаем их не в кронологическом порядке. Вы это поняли, да? Да. Мы изучаем, потому что они называются великие пророки, а вот пророк Осия и далее это малые пророки. Ну, так их назвали. Так определили в библейской науке. Так вот, в Израильском царстве после Амоса, мы еще Амоса тоже не проходили, будем проходить. Вот. Значит, а он второй пророк, Осия второй пророк после Израильском царстве. Ну, что нас поражает в первой главе? «И сказал Господь, иди, возьми себе жену-блудницу». Вот такого мы еще не встречали. «И детей блуда, ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа. И пошел он и взял Гомерик, дочь Дивлаима, и она зачала и родила ему сына». Вот для чего это все? Вот здесь очень, понимаете, настолько пророк Осия, он красивый пророк, он красивый именно по своей жизни. Идея самопророческая, она настолько вот возвышенная. Я попытаюсь объяснить, почему? Мы уже встречались со странностями пророка, правда? То ярмо на шее, то там цепи, то горшки там какие-то, смоквы. Ну, то есть очень много всяких таких вот странностей, которые не понимали люди того времени. Но эти странности были от Бога. И вот пророк Исаия, помните, называл своих сыновей именами, соответствующими важной какой-то мысли того времени. Пророк Исаия уже называл своих детей. А вот у пророка Иеремии вообще не было детей, Господь ему запретил. Но тоже это было связано, знаете, с чем? Почему Исаия разрешил, а вот Иеремии не разрешили? А потому что Исаия задолго жил до пленения, и детей можно было рожать. А вот когда Иеремия жил, он жил в то время, а время сказать, он пророчествовал о том, что совершилось на его глазах, когда увели в плен вавилонский иудеев. И он даже сказал, детей не заводи. Это было образом того, что очень близко плен. Помните, пророк Исаия обнаженным ходил и говорил, уведут вас на гиме, без ничего, вы тут накапливаете все. Значит, дальше. А вот здесь он говорит блудницу. Вот здесь на этот момент нет однозначного толкования. Что это за блудница? Одни говорят, блудница – это жена его. Просто говорит ему Господь, иди ее забери, потому что она там где-то шляется. Иди ее верни, можешь, забери ее. И она тебе еще родит детей. И вот он называет этих детей. Но в то время, вы же знаете, если жена изменила мужу своему, то что с ней делали? Ее побивали камнями. Или она лишалась всяких прав, наследства и так далее. То есть, она была бесправным абсолютно существом. Это первый вариант. То есть, он должен был вернуть свою супругу, которая загуляла. А второй вариант, это Господь ему сказал, вступи в брак с блудницей. Но это тоже немыслимо, особенно для ветхозаветного человека. Правда ведь? Мы же знаем, какое было отношение к чистоте брака. Запятнавшую женщину, ее презирали. То есть, если она выжила от побиения камня, то она была бесправна. Господь говорит, возьми эту женщину. Как вы думаете, почему? Здесь, мне кажется, все очень даже понятно. И здесь по контексту понятно, и по толкованиям святых, как все понятно. Господь говорит, Господь говорит, что эта блудница, это Израиль. И я настолько люблю эту блудницу, этот Израиль, который постоянно изменяет. Это уже у других пророков было. Помните, мы много раз говорили об этом. О том, что эта блудница не просто блудница была, она даже мзды не брала за свой блуд. Она одаривала подарками, значит, тех, с кем она блудила. То есть, не сама ждала подарков, а, понимаете, одаривала своих любовников. То есть, это была высшая мера блуда. Это как Мария Египетская. Помните, она тоже мзды не брала. Не потому, что была богата, как она сама говорила, а потому, что в этом смысл жизни своей видела, именно в сексуальных наслаждениях. И вот здесь Господь дает пережить эту драму, тяжелую драму семейных отношений для пророка Осиния. Вот как тебе вот жена изменила? Возьми ее, верни. Конечно, в тебя же будут все пальцем тыкать и указывать, ну смотри, ну кого ж ты... Кого ты вернул? Она ж такая раз такая. Более того, другие, может быть, и хотели подвить камнями ее, а им постоянно приходилось ее спасать. Или же вообще вступить в брак с блудницей. Это было очень тяжело. Но он ее любил. То есть, любил, я имею в виду, сам Осия пророк. Во всяком случае, нам так говорят толкователи. И вот эта глубоко пережитая драма вот этой семейной трагедии она была настолько такой, вы знаете, призмой, я бы сказал, призмой, через которую он пророчествовал. Сердцем пророчествовал. У него было обнаженное сердце, истерзанное сердце у пророка Осии. Он шел и говорил это Израилю. А Израиль, вы помните, это еще похуже, чем иудеи. Потому что там вообще не было почитания, можно сказать, истинного Бога, за исключением только некоторых людей, которые ходили на праздники иногда в Иерусалим. То есть, пересекали границу Израиля, шли к иудеям. Хотя у пророка Иезекииля, простите, Иеремии, больше осуждается иудейское царство, но не важно в данном случае здесь. Важно вот что, что вот эта боль, она вся была выплеснута буквально из сердца с кровью в его пророчество. Он говорил, Господь вас любит, и несмотря на то, что вы Ему изменяете, предаете Его бесконечно, Господь готов вас помиловать. Вот только что назвал своих детей дочь назвал непомилованное, да? Да. А значит, сына, не мой народ. И во втором же, во второй же главе, что он говорит? Говорите братьям вашим мой народ. То есть, здесь говорится, не мой народ, а здесь мой народ. И сестрам вашим помилованные. Понимаете? Представляете, вот как вот терзалось сердце Божие, если так можно выразиться. И вот, понимаете, вот когда мы будем Новый Завет, понимаете, изучать, мы будем постоянно плакать и рыдать. То есть, это сейчас, вы понимаете, с улыбкой Ветхий Завет рассматриваем. Потому что это все, понимаете, связано с нашей жизнью очень тесно. Потому что мы такие. Это все напоминает нам нашу жизнь. Там наши отражения, наши ходячие портреты. А здесь Бог, который любит человека, воплощается. И люди его, за его любовь же терзают и оплевывают бесконечно. Как это все было пережить? Более того, Господь настолько любит человечество, что он отдает себя и в Евхаристии бесконечно. Он отдает свое сердце человечеству в Евхаристии. И вот эти образы, для нас, может быть, они уже ничего и не значат. Нам, может быть, и тяжело это все понимать. Но представьте себе тех людей, которые тогда жили. Этот пророк, понимаете, он сам несчастный, понимаете, он вот эта семейная неудачная жизнь. И он говорит им, понимаете, о любви. То есть он смог внутри себя победить. любовью, недоверие к своей жене. Она родила ему еще детей. И он точно так же хотел сказать, что и вы вернитесь к своему избранному, то есть к Богу. Потому что, помните, в образах постоянно муж и жена, Израиль, жена, Господь, муж. Здесь даже такие удивительные слова. Я еще такие слова никогда не слышал. Вот, по-моему, единственные слова. Может быть, я невнимательно читал какие-то другие книги. Вот, но таких слов. Четвертая глава, 14 стих. Я оставлю наказывать дочерей ваших, когда я оставлю наказывать возьмите текст перед собой, если у кого есть. Я оставлю наказывать дочерей ваших, когда они будут когда они будут додействовать. И невесток ваших, когда они при любодействии. Потому что вы сами на стороне блудниц и с любоедицами приносите жертвы, а невежественный народ гибнет. Вы поняли слова эти? Вы поняли эти слова? Нет. А смысл этих слов такой. Кого люблю, того наказую, а здесь говорит Господь. Я не буду уже никого наказывать. Он что-то встал. Вы знаете, конечно, о Боге так нельзя сказать. Но, конечно, Бог-то разговаривает на понятном языке с людьми. Он говорит, ну вы же сами на стороне блудниц и любодейцев. Вы приносите жертвы, невежественный народ гибнет. Вы же не хотите перстом длинуть, вы ничего не видите. Ну что я буду наказывать их? Оставляю и наказывать перед Господь. То есть, если, понимаете, некоторые, вот Бог там накажет. Если Господь не наказывает, то это как раз вот тот случай, когда уже бесполезно, понимаете, его дергает лишний раз, он только озлобляется, этот черт. Приходит состояние остервенения. Это вот эти слова обязательно где-то там подчеркните, потому что это как бы очень-таки необычные слова. Это 4 глава, 14 стих. Потом во 2 главе здесь Господь говорит о том, что уведу вас в пустыню. 14 стих. 2 глава. Посему вот я увлеку ее, то есть, имеете в виду Израиль, здесь в образе говорится невесты, приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее, и дам ей оттуда виноградники ее, оттуда дам виноградники, и долину Ахор, и преддверие надежды. Ахор это там, это где Иерихон находится, то есть, там где совершились вот эти все первые измены на земле обетованной, помните, когда они взялись заклятого? Ахор, Ахор, помните, да? И она будет петь там, как в одни юности своей, и как в день выхода своего из земли египетской, и будет в тот день, говорит Господь, ты будешь звать меня муж мой, и не будет, будешь более звать меня Вали, то есть, Вали это обращали к языческим божествам, и удалю имена Ваалов от уст ее, и не будет более вспоминаем имена, и заключу в то время для них союз с полевыми зверями, птицами небесными, и с присмыкающимися, лук и меч, и войну истреблю от земли той, дам им жить безопасность, и обручу тебя мне на век, и обручу тебя мне в правде, и суде, в область, в благости, и милосердии, и обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа, и будет в тот день, я услышу, говорит Господь, услышу небо, и оно услышит землю. Какие вообще прекрасные образы, и земля услышит хлеб, и вино, и елей, услышит. То есть, что значит услышит земля, елей и так далее? То есть, понимаете, плодоносит. То есть, все будет приносить изобильный плод, и сию услышат из рай. То есть, земля не слышит людей уже, она не хочет слышать, она не хочет давать плод, а услышит, тогда и помилую непомилованную, и скажу не моему народу, ты мой народ, а он скажет, ты мой Бог. Понимаете, вот какая красота, вот о любви, говорит Господь. Помните, он далее говорит, милости хочу, а не жертвы. Но милости, хесед, еврейское слово, оно говорит о каком-то особом чувстве любви. То есть, хочу любви, а не жертвы. Потому что жертва, это как бы взаимовыгодные отношения. Я тебе, ты мне, Господи. А здесь идет речь о том, что Господь хочет от нас любви. И вот именно настолько это убедительно звучит со стороны именно Осии. Потому что он сам настолько выстрадал, его сердце измучено, душа истерзана его. Как Господь говорит, поставляли царей сами, без меня, ставили князей, но без моего ведома, из серебра своего и золота своего сделала для себя идолом. А сейчас не говорим ли мы, вот нам русского царя так давай, того, сего, понимаете. А кто убил русского царя? Вот новомученики, вот новомученики. А кто убил новомученика? Русские. А мы же сами убивали, понимаете. Нельзя носиться с лозунгами по жизни. Жизнь, понимаете, она выше всяких схем. Прежде всего, человек должен быть человеком всегда, а не стремиться к каким-то преобразованием, реформам бесконечным. А вот если будет так, то будет плохо. А если так, то будет хорошо. Это мы себе так намечтали. Тоже казалось евреям, помните, что поставь нам царя, когда они к Самуилу просили, поставь нам, как прочие народы. Ну поставили, что тогда? Хотя Господь предупреждал через Самуилу, что будет плохо, что будет? Будет деспотия, все то, что было, все было сказано ранее. Нет, поставь царя, и все. Потому что говорит, простите, и он еще такие тоже замечательные, говорит, так они сеяли ветер, что же не могут пожать? Бурю. Вот что вы посеете, то и пожмете. Хлеба на корню не будет у него, зерно не даст муки, а если не даст, то чужие проглотят ее. Господи, подиже. Дай им, даже вот взмолился, и он не выдержал. Пророк. Дай им, Господи, 9 глава, 14 стих, что ты дашь им? Дай им, Господи, что ты дашь им? Он даже сам уже путается мысль, он не может. Дай ему тробу, не рождающую, и сухие сосцы. Потому что, когда он говорил, то, о чем он говорил, о любви, то он встречал равнодушие. И в этот момент, вырывается из его души, такая момента. Ну что же они тогда хотят? И чем более у него плодов дальше, вот смотрите, 10 глава, Израиль, ветвистый и наград, умножает на себя плод. Чем более у него плодов, тем более умножают жертвенники. Чем лучше земля у него, тем более украшают они кумиры. То есть, понимаете, вот что сейчас вот за кризис, вот в стране, не в стране, в мире, это кризис над нашими пороками. То есть, суд, переводить с греческого языка, кризис. Это суд над нашими пороками. Потому что, чем больше нам даешь, мы что, кормим нищих больше? Особенно, когда речь идет о богатых людях. Что они больше благоденствуют? Да ничего подобного. Жадность еще больше становится. Это, понимаете, когда они должны затянуть пояса? А обычный человек, он в принципе, мало что изменилось. А вот для них, когда миллиарды там, понимаете, они теряют, вот это серьезно. А что терять, если, понимаете, тереть-то нечего? Поэтому суд действительно, понимаете, над пороками прежде всего. И вот здесь, вы видите, вот все очень хорошо говорится о том, что Господь осуждает. Ну, давай, давай вам, значит, то, что вы просите. Но вам только дай, и вы начинаете опять идолам и кумирам приносить, так сказать, детей. Так. Так, сейчас. Замечательные слова еще в 13 стихе есть. От власти ада я искуплю их. Это вообще, это вот действительно тоже нужно подчеркнуть. 14. Да, 14. От смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Помните? На Пасху звучат. Ад, где твоя победа? Раскаяния в том не будет у меня. То есть, в том, что от власти искуплю их, значит, ада. Здесь уже звучат совершенно новозаветные пророчества. То есть, такие вот проблески бывают новозаветных пророчеств. Потом, последняя глава, 14. Возьмите с собой молитвенные слова и обратитесь к Господу, говорите Ему, отними всякое беззаконие и прийми во благо. И вот здесь указание на то, что мы должны молиться не только своими словами, но и словами молитв церковных. Потому что эта ссылка, видите, это третий стих, ссылка на Псалом 50. Видите? Возьмите с собой молитвенные слова и обратитесь, отними всякое беззаконие. Помните в 50-м Псалме отними всякое беззаконие? Здесь в кавычках они стоят. И прийми во благо и принеси в жертву от уст наших. Но, значит, вот такие вот замечательные моменты. Какие вопросы? Вот все пророки имели откровение от Господа, да? Да. А как вот эти вот все эти пророчества доносились до людей? Они же ведь были то в большом рассеянии, это же не тогда, когда они шли по пустыне, в общем-то, там старейшины, то приходили к Скинии. У них был вот храм в Иерусалиме, не могли же все прийти вот с огромной территорией в храм. Как это все доносилось до них? До людей? Нет, ну, во-первых, собирались, конечно, люди на площадях, потом это записывалось, потом все-таки... Но синагог не было. Синагоги появились только после Вавилонского плена, а это все еще пока до Вавилонского плена или в Вавилонском плену. В частности, пророк Даниил, он в Вавилонском плену. Пророк Осия до Вавилонского плена. Конечно, синагоги еще не было. Синагоги – это так называемый иудаизм, иудаизм, то есть рождение иудаизма, появление синагог. А когда на Сирии что-то... Помните, пророк Исаия записывал, пророк Иеремия записывал свой, то есть записывались эти слова, языки, все записывались, там и говорится по текстам, что эти слова записывались. В храме, где вот открывали, может один раз за всю жизнь свою был там иудей или иерархитянин, может быть, вообще не было ни разу. В общем-то, какая-то была числама информация. А там, например, в Трещины в воротах сидели там. Да, конечно, то есть ворота, ворота – это тоже собрание, такое, скажем, гражданское собрание, потому что перед храмом, там в основном по религиозным собирались мотивом, а именно у ворот, у ворот была таможня, то есть кого там пропускали, не пропускали, то есть вся администрация города, она была у ворот. Помните, говорится, что врата ада не одолеют церковь, помните? Да. Так вот, под вратами, именно, разумеется, на этом символическом языке мудрость, мудрость, сила какого-то, какого-то, какой-то города, народа, значит, в данном случае ада, то есть, потому что там сосредоточена была вся, как бы, мудрость, именно возле ворот, там сидели мудрецы, там суд вершили они, вот, то есть, как бы, изгоняли за ворота, если нужно, вот, или оставляли кого-то в городе, то есть, понимаете, поэтому именно вся администрация была у ворот всегда, воротам придавали очень большое значение, очень большое, то есть, это символ, вы помните, какие даже так называемые, господи, когда уже городских стен не было у городов, значит, а ворота строили так называемые, господи, эти, не-не-не, простите, нет-нет-нет-нет, вот в Париже в частности возьмем арка, как же называется, совершенно, совершенно триумфальная арка, и во всех больших городах практически есть так называемые триумфальные арки, понимаете, то есть, это вот символ из древних времен, что возле ворот, то есть, взять ворота в городе, это по сути взять город, понимаете, во всех смыслах, то есть, взять или администрацию, или просто физически его взять, то есть, открыть ворота, вторгнуться в ворота, то есть, это самое слабое место и в то же время самое сильное место, поэтому с воротами очень много связано символов в церковной жизни, врата небесные, и так далее, то есть, мы туда попадаем или не попадаем, вот, то есть, все через врата, какие еще вопросы? Что следующее читать? Так, следующее. Батюшка, такие малые, малые пророки, такие батюшка, мы не можем. Почему гиблии все книги, собранные из тартаков, не в хронологическом порядке? Сейчас, передаем, не в хронологическом порядке. Не понятно. Не, ну что, мне задали вопрос относительно того, почему в таком порядке, в смысле, не в хронологическом, эти книги расположены. Ну, понимаете, что такое хронологический порядок? В принципе, хронологический порядок, он стал достоянием только современной библейской науки. То есть, до конца не было известно о хронологии тех или иных книг. Это сейчас появилась так называемая библейская текстология, которая работает над библейскими книгами, как над литературным источником. И они имеют возможность изучать оригиналы и смотреть. Вот, ага, это написано на таком-то языке, это написано таким-то шрифтом, это написано на таком-то носителе, то есть, там, на пергаменте или на этом, на папирусе, совершенно верно. Вот, и так далее, и так далее. То есть, это сейчас появляется у нас четкое представление о хронологии. А в те времена, когда создавалась Библия, имейте в виду канон Библии, тогда не было четкого представления о хронологии. было, конечно, какое-то представление, но оно не до конца было точным. А будет это как важно? Не, ну это, конечно, важно, это важно, все, безусловно, является важным, но... Что было ранее, что было ранее, конечно, но... Именно когда это случилось? Ну, ну, понимаете, но все-таки, но не было того научного метода, но тем не менее, понимаете, самое главное, собственно, является не хронология, тем более, хронология, что она дает? Хронология, она дает достаточно... Нет, вы знаете, я бы сказал, ну, сравнительно очень точные такие вот даты, когда была она написана, эта книга, или тот или иной пророк проповедовал, но... для людей того времени, ветхозаветного времени, все равно было представление, что вот в какую эпоху, пусть не года, но эпоха, понимаете, она все-таки была представляема, хотя в книге Даниила очень много таких вот исторических тоже неточностей в самой книге, понимаете? Что такое библейская книга? Это, если бы вы себе представили, вот что мы имеем на сегодняшний день из оригинальных текстов, кумранские свитки, да, кумранские свитки, понимаете? Это настолько кропотливый труд, многое просто ветшало, разрушилось, погибло, они там по буквочке, это такая тяжелая работа, просто, я не знаю, очень тяжелая, и, конечно, они восстанавливают, понимаете, все, так сказать, тонкости, а переписчики, вот когда вот текстологические вот эти исследования, они нам говорят о том, что сколько было именно описок, когда переписывались, сейчас у нас типография, понимаете, а раньше там переписчик, где-то он вносил свое объяснение, где-то он значит, неправильно переписывал букву, очень много неточностей, очень много, но самое главное, что дух сохраняется, вот что для нас самое важное, а уже, конечно, библейские исследования, я имею в виду научные исследования, они помогают привязать просто к историческому времени, с большей, так сказать, аргументированностью, может быть, ответственностью, как бы это нас не волнует, и вот мне в записочке пишут, что переиздают Библию в хронологическом порядке, я думаю, что это нормально, вот все-таки я так считаю, я так считаю, потому что порядок книг, вот даже в наших изданиях, вот один порядок в вульгате, то есть в латинском тексте, другой порядок в септуагинте, понимаете, то есть разные порядки, они тоже не 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 тождественные, если смогут согласовать на таком авторитетном уровне именно издания в хронологическом порядке, я считаю, что это очень хорошо. конечно, для нас будет легче, понятнее, правда ведь, потому что для нас Библия это тяжелая книга, особенно Ветхий Завет для понимания, так что, вот к примеру, мы будем когда изучать Новый Завет, то есть так называемый свод Евангелия, Евангелия, четыре Евангелия, сведены в одну книгу, не пересказ, не пересказ, а именно в хронологическом порядке выбирается, вот это от Марка событие, оно значит ставится здесь, а потом сразу идет одна цитата от Матфея, а потом сто цитат от Евангелия от Иоанна, к примеру, то есть все изложено именно в хронологическом порядке. Феофан Затворник делал такой свод Евангелия. Кто еще именно из древних? По-моему, Оригена у него тоже есть. Оригена есть. Что, что, что? Оригена свода есть. Конечно, есть, они сейчас издаются, слава Богу, то есть можно приобрести, да, и, конечно, мы будем именно по такому своду работать, да, то есть мы не будем вот в начале объяснили Евангелие от Марка, вне Матфея, потом Марка, Луки и Иоанна. Это будет, вы знаете, ну, это излишне, просто потеряем время, то есть это не к чему. Мы, самое главное, чтобы у нас было четкое представление, как следовали события евангельские друг за другим, одно за другим. порядок, мы уже знаем, обороны, там, связаны. Конечно, конечно. Если для кого-то нужны какие-то четкие такие схемы Ветхого Завета, я имею в виду хронологические схемы, то, конечно, они у меня есть. да, то есть четкое хронологическое последование книг и так далее. Я как бы на этом акцент не делаю. Да, ирина. Вы знаете, я с этим, вы знаете, ни с одним словом то, что вы сказали, не согласен. Да, просто слышу. Не согласен. Вера, понимаете, его Сын Человеческий это настолько примитивизированный пересказ Евангелия, что аж обидно становится, понимаете, что он такой талантище, вот, все-таки он талантливый человек, что там говорить. Отец Александр. Но, но это, понимаете, просто какая-то билетристика. Ничего священного не чувствуется, понимаете. Нет, ну я не знаю, я не рекомендую вообще Сын Человеческий. Так, значит, что? Но самое главное, что у нас четко отложились эпохи, правда? Мы знаем, что, зачем. Начиная там от Авраама, скажем, или нет, начиная даже после потопа, да? После потопа мы знаем, что, зачем. А, конечно, детали там, года, они есть, их можно изучить, но это уже по желанию. У нас нужно понимать, что наш курс называется Исогогикой. А Исогогика это с греческого языка в переводе введение. Это введение в библейские книги. Потому что, если бы изучать подробнейшим образом толкование, ну, если представляете, просто, ну, нереально, и, ну, это не каждому это нужно. Так. Именно. И я думаю, что вряд ли этого хватит. Так. Значит, что мы дальше будем читать? Начиная от Иоиля до 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 Михея. А? До Михея. До Михея. Михея включительно. Да. Михея включительно. Михея включительно. Да. Нет, Михея. И потом, то есть мы на следующее занятие пройдем этих пророков в воскресенье. Очень-то так праздник и воскресенье. Будем все равно заниматься на срекине. Будем? Да. Так, одну секундочку. Спасибо. На срекине надо одну секундочку. Алло. Уже закончилось. Вот. Понимаете, у нас получается вот какая картинка. У нас Ветхий Завет на три занятия здесь. На три занятия. Я запустил в воскресенье будет заниматься. Да. Не-не-не, вы знаете, тогда мы можем вот как сделать. Мы можем действительно в среднем тогда пропустить. На неделе в воскресенье. Не-не, в воскресенье. Так, потом у нас получается о страшном суде, да? Вот это о блудном сыне воскресенье, оно совпадает со среди с ним Господь. И через воскресенье, да? Чтобы вы были спокойно. Не-не, а страшно значит перед маслом. Не-не, это перед маслом все воскресенье. То прощенное воскресенье, изгнание Адама из Раи. Перед постом. Перед постом. Конечно, там не будет занятия, но мы как мы можем сделать? Мы можем провести одно занятие до начала Великого Поста, да? До начала Великого Поста. И потом два занятия по окончании Великого Поста. И на этом у нас будут каникулы начинать. Имейте ввиду после Пасхи, да? Каникулы. И я задам задание на следующий учебный год на по Новому Завету, чтобы вы спокойненько ознакомились с да, но это пункт потом. То есть, я думаю, что мы с осени начнем Новый Заветчик. А когда мы пройдем в Маковейске и Ездро? Мы пройдем после Пасхи. После Пасхи еще? то есть, у нас будет два занятия всего после Пасхи. То есть, у нас там еще получается месяц времени. Что-что? до Пасхи. Да, у нас до Пасхи. До Пасхи. Да, то есть, у нас получится. Мы два занятия сможем провести. Это будет несложно. И мы закончим в этом году Верхний Завет. В Воскресенье после Пасхи. Что мы прочитаем? Остальные книги пророческие после Михея, да? И также второе занятие. Имейте в виду третье занятие. Второе занятие после Пасхи и третье занятие вот с этого момента. Маковейские книги и книгу Эздро. Понятно, да? То есть, исторический сюжет. Мы пройдем и все. И у нас будет законченное представление полностью о Ветхом Заметте. Так что мы даст Бог освоим это поприще. Потому что самому очень человеку тяжело пройти это поприще. Это толкование нету. Да, ну как бы толкование можно сейчас найти. Просто собраться, настроиться именно на понимание Ветхого Совета. Это очень тяжелый как бы такой вопрос. Так, ну хорошо, слава Богу.